Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. И сегодня мы с вами отобьем угол. Это у меня научили на полярной опытной станции. По свиру привет! Это может пригодиться при благоустройстве при домовой или пришкольной территории, при работе на собственном дачном участке. Например, если нужно сделать грядки, клумбы или цветники. И это может пригодиться также при составлении плана местности. Ведь то же самое можно повторить на листе бумаги. Начнем! Что значит отбить угол? Это значит, что мы с помощью инструментов отмерим прямой угол. И вот на этом поле обозначим прямой красивый участок. Для этого нам понадобятся инструменты. Какие инструменты нам для этого понадобятся? Во-первых, 8 колышков любых. Шпагат. Не жалейте. Шагомер. Шагомер это такой инструмент, который представляет собой два колышка, соединенные под углом. Посередине перекладина, а между концами шагомера расстояние 1 метр. Его можно изготовить самостоятельно, а можно купить в магазине. Но купить шагомер затруднительно. Если его нет, не расстраивайтесь. Поможет рулетка. Построим здесь треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров. Если сторону именно такой длины, треугольник получится, прямоугольник. И мы получим прямой угол. Я буду мерить вот от этого колышка. В эту сторону, здесь есть такая вот бороздка. Это хороший ориентир. Поэтому в эту сторону я отмерю 4 метра. Раз. Два. Три. Четыре. А в ту сторону я отмерю 3 метра. Раз. Два. Три. Сейчас проверим, получилась ли наша сторона 5 метров. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Мы получили 5 метров и отбили прямой угол. Если бы это расстояние было не 5 метров, а меньше или больше, мы бы двигали вот этот и тот колышек, но так, чтобы расстояние сохранялись 4 и 3 метра. А теперь натянем шпагат. Мы натянули шпагат, чтобы разметить будущий участок. Ширину и длину. В моем случае ширина 9 метров, длина 12. Это объем второй угол. Но поскольку длина у нас уже отмерена, и здесь натянут шпагат, то 4 метра я буду мерить по этой стороне. И в этой стороне отмерим 3 метра. Наш начальный пилошип. Раз, два, три, четыре. Опять начальный пилошип. Раз, два, три. Смотрим, чтобы было 5 метров. Раз, два, три, четыре, пять. Пяти метров не получилось. Значит, этот колышек двигаем так, чтобы получить 5 метров. Этот колышек мы подвинули. И вот это расстояние могло измениться. А нам нужно, чтобы оно оставалось 3 метра. Проверим, так ли это. Раз, два, три. Все нормально. Мы получили треугольник со сторонами 4, 3 и 5 метров. Этот угол прямой. Натягиваем шпагат. Итак, мы натянули шпагат, чтобы отмерить еще одну сторону нашего поля. Прямоугольники противоположные стороны равны. Если та сторона 9 метров, это тоже должна быть 9. Если эта сторона была 12 метров, значит та тоже должна быть 12. Проверяем. Проверяем. Меряем от этого колышка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Поскольку поверхность почвы неровная, шагомер у нас не всегда движется по одной линии. Поэтому погрешность в один, два, три сантиметра на таком небольшом участке, это не страшно. Мы отбили два угла. Но если вы размечаете большое поле, например, 50 квадратных метров или 100 квадратных метров, отмеряйте все четыре угла, потому что из-за этих неровностей ошибка может быть очень большая. И еще один существенный момент. Есть большая разница. Размечаете вы участок около дома, где есть ориентиры в виде столбов, дорог или каких-нибудь бордюрных растений. И в чистом поле, где глазу зацепиться не за что. Поэтому если вы делаете это первый раз, не поленитесь и отбейте все четыре угла. О чем еще следует помнить? Мы разметили прямой участок. Углы прямые. Но если участок достаточно большой, опять-таки из-за неровности, из-за перспективы, из-за удаленности, вам будет казаться, что он сужается. И углы неровные. К тому же колышки мы не можем поставить идеально прямо. А веревку натянуть так, чтобы она была ровной, тонкой струной. Из-за всего этого будет казаться, что мы отмерили неправильно. И поле какое-то кривое. Проверяйте с помощью шагомера. В этом случае не доверяйте своим глазам. Теперь мы можем внутри этого прямоугольника разметить грядки, клумбы, цветники. Но это для отдельного ролика. Надеюсь, мой ролик был для вас полезен. И вы научитесь этому нехитрому делу. Возможно, с первого раза у вас не получится. Возможно, вы потратите час, а может быть и больше, на то, чтобы отбить свой первый угол. Не расстраивайтесь. Это не так просто, как кажется. Ставьте пальцы вверх или вниз. Пишите комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok